Всем привет! В этом видео у нас будет распаковка блока питания Fractal Design и он плюс 760p, ну и так далее. Ну, для начала нужно разрезать пленочку и посмотреть, что как вообще тут на самой упаковке. Этим мы с вами и займемся. Начнем, наверное, с вот этой стороны. Она самая удачная, мне кажется, для этого. Так, да, достаточно легко пошло. Есть, все, достаем. Так, клееночку сразу сметаем в сторону и перед нами блок питания. Что тут они пишут? Эффективность гарантирует оптимальное потребление энергии с минимальным образованием тепла. Да, об этом я, эту тему я еще точно затрону. Далее, тут нам рисуют сразу же, что он может работать в полупассивном режиме, то есть до нагрузки в 300 ватт у него вентилятор крутиться не будет. Ну, если, конечно, мы переключим, тут такая вот переключалка есть, с помощью которой все это делается. Ну, давайте скорее смотреть этот блок, перевернем. В общем-то, тут нас пока не интересует то, что на коробке, нас интересует то, что внутри нее. Итак, сразу же нас встречает ряд макулатуры. Ну, давайте рассмотрим ее. Ладно, что поделаешь, что же они тут такого нам положили интересного. Меня, в частности, вот эта штука интересует. Это у нас липучки, специальные органайзеры для кабеля. Очень полезная штучка, причем написано даже... Распакуем все абсолютно, каждую мелочь. Что интересно, вот, пожалуйста, написано фрактал... А ну, фокусируйся. Написано фрактал дизайн, модные такие вот липучки вообще. Круто. Далее у нас идет attention, что-то там в случае чего звонить пожарным, ну, наверное, не знаю. И инструкция к блоку питания. User Guide. Ну, тут у нас все понятно. Разные языки, русский в самом конце. Установка блока питания. Я думаю, что с этой задачей мы справимся и без инструкции. Пакетик. В пакетике еще, кстати, есть винты. Очень похоже на те, что идут в комплект к корпусам фрактал дизайн. Ну, оно как бы и понятно. Хорошо. Смотрим дальше. Закроем пока что. Будем по одной штуке доставать. Это у нас кабель питания. Обычный, неплохой, как для блока 760 Вт. Наверное, достаточный. Идем дальше. Силиконовые шарики. Силикогель. И что это у нас такое вообще? Тяжелая сумочка. Так, пока закрываем опять. Реально увесистая. Я не могу вам передать ее вес на видео. К сожалению, никак. Но она весит нормально так. Открываем. И здесь нас встречают кабеля. То есть, для материнской платы. В оплёточке такой. Приятный кабель очень. Неплохо сделан. 125 градусов термоусадка. Мне не сильно нравится. Тут как-то клея так выступает под термоусадкой. Как-то не очень красиво. Ну, просто делюсь своими впечатлениями. Действительно, вот вроде как все выглядит хорошо. Но тут этот вот нюанс как-то в глаза мне бросился. Не очень хорошо. Далее. Кабеля для питания видеокарт. Ну, PCI-Express. Хорошо, что они плоские. Гнутся достаточно неплохо. Так вот. Прям даже хорошо, я бы сказал. Без проблем совершенно. У них такой печали по клею нет. Но тут, собственно говоря, и оплётки тоже нет. Много других похожих кабелей. Тоже PCI-Express. Молексы. Вообще, список всех этих кабелей мы лучше посмотрим в характеристиках, чтобы не перечислять всё. Но так. В конце концов, это не обзор. Это просто распаковка. Я не буду измерять длину питания SATA. Окей. Давайте все уже достанем. Всё, больше ничего нет. Ну, сумочка. Прикольная. Прям вот можно даже с собой куда-то брать в путешествие. Я не знаю, зачем она для кабелей, но пусть будет. И вот остатки. Ещё немного SATA для процессора питания. Ещё немного SATA. Короче, понабрасывали кабелей. Много. И это прекрасно. И как вы, кстати, заметили, они все идут отдельно от блока питания. Все до единого. Ну, и встречает нас герой распаковочки. Ой, тут интересно, друзья. Тут не всё так просто. Давайте я вам покажу. Вот так вот. Сам блок питания тоже лежит в какой-то сумочке. Это интересно, учитывая, что это далеко не самый дорогой блок питания на рынке, но упакован он очень даже прилично. И весит, тоже я вам скажу, немало. Убираем коробку. И посмотрим сам блочок. Thank you for choosing Fractal Design. Благодарят меня за то, что я выбрал продукцию Fractal Design. Корпус у меня тоже будет от них же. Но я не специально так выбирал. Просто действительно этот блок питания был лучшим по параметрам цена-качество. И где тут вообще его доставать? Всё, блок вышел на свободу. Вот такой вот блочок, чёрный, целиком и полностью. И вот полосочка здесь идёт. С этой стороны такая же. В корпусе он будет стоять вот так. Вот он будет выглядеть в самом корпусе. То есть вот отсюда будет выдувать воздух. Отсюда будет забирать. Видно небольшую пластиковую вот там вот такую панельку под вентилятором. Ну это чтобы он в нужном направлении дул, скажем так. Вентилятор здесь 140 мм, достаточно большой. Японские конденсаторы внутри. Нормальная схемотехника, хорошая. И что ещё, и что куда важнее, он полностью модульный. Это очень удобно в плане обслуживания блока питания. То есть вам не нужно отсоединять кабеля, чтобы его обслужить. Там какую-то пыль из него вытрусить и так далее. Просто отсоединять кабеля, вынимаете блок и делаете с ним всё, что хотите. По-моему, очень удобно. И посмотрим. Вот здесь характеристики его написаны. То есть их видно снаружи, скажем так. Блок питания. Здесь у нас 80 плюс платинум. Это крутой сертификат. На них мы остановимся немножко позже в этой распаковке. И вот нам тут рисуют, как формируются эти 750 ватт. Нас больше всего интересует линия 12 вольт. По ней он может дать 63,3 ампера. И они прямо написали, что это 760 ватт. Окей, хорошо. И дополнительно по 3,3 и 5,5 суммарно это 120 ватт. Окей. В общем, блок питания хороший. Я смотрел на него обзоры. Ну а пока что эту распаковку, я думаю, мы можем заканчивать. Обязательно смотрите видео у других комплектующих с ссылочкой в описании и в комментариях. На этом всё. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok